Есть у нас в России такие происшествия, которые помимо основных эмоций вызывают еще одно чувство. Ощущение дежавю. Вроде бы это все уже было месяц, год, два, три, пять лет назад. Как правило, в одно и то же время, в середине зимы. Я имею в виду непрекращающуюся череду отравлений бытовым газом в жилых домах. Не так давно, вопиющий случай в Казани. В поселке Новокараваево угарным газом отравили сразу пятеро детей. 17-летняя девушка скончалась. В конце февраля сразу три человека погибли в Атнинском районе. Снова по той же причине. Следственный комитет возбудил уголовное дело. И снова по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Более 40 случаев отравления в Татарстане за прошлый год. Газовые службы твердят одно и то же. Мол, необходимо проветривать помещение, проверять тягу, очищать вентиляцию. Но между тем, количество такого рода происшествий имеет тенденцию к росту. Непосредственные причины вроде бы очевидны. Изношенность газового оборудования, халатность и безответственность конкретных жильцов, элементарное несоблюдение норм безопасности. Здесь вся ответственность, как вы понимаете, лежит на плечах самих абонентов. Но ведь есть еще чистка дымоходов, за которую отвечает управляющая компания. Плановые проверки и периодическое техобслуживание оборудования, за которое отвечает газовая служба. А еще есть изношенность газовых сетей всего дома. Диляра Юсупова задалась извечным вопросом. Кто виноват и что делать? Жилье как поле боя в коммунальной войне. В войне, где есть пострадавшие, иногда погибшие. Там, где разрушаются дома, а порой и целые жизни, до сих пор непонятен ответ на вопрос – чья вина? Пока мы разбираемся лишь в последствиях. Они словно цикличный водоворот, где с одной стороны очевидная трагедия, а с другой не ясно, что с этим делать. С начала года порядка 15 случаев отравления угарным газом. Пятеро пострадавших в Новокараваево. Одна девушка погибла. Четыре человека в Лениногорске госпитализированы. Три человека не проснулись в Аднинском районе. Это только за последние недели, где все по классике. Газовые колонки проверялись, тяга присутствовала. В сопровождении газовой службы пытаемся понять, как происходит та самая проверка в домах. Привычная на глаз или на нюх давно в прошлом. Утечку определяют с помощью прибора. Сначала включается, он делает продувку. И начинаем проверку на утечку газа. Все, смотрим каждое соединение. Вот, смотрите, здесь он указывает, что есть утечка газа. Да, сейчас будем проверять, да. Этого никто не ожидал. Сначала сомневаются, потом перепроверяют. Утечка газа. Вот так незатейливо выясняется, в квартире молодой мамы присутствует утечка. Кто бы мог подумать, да, небольшая, да, незаметная. Но эпитет «легкая утечка» вообще отсутствует в таких вопросах. Любая так называемая маленькая утечка может привести к большой трагедии. Сначала откручиваем соединение, убираем старое уплотнение. И уже устанавливаем новое уплотнение, закручиваем кран. И уже потом опять проверяем все на утечку. Вот смотрите, к чему приводит загрязнение вентиляции. Это уменьшает у нас саму эту вентиляцию. Устраняют тут же на месте, проверяют тягу. Мало кто знает, что вентиляцию нужно чистить. Это ответственность абонента. Вообще на плечах потребителя много сводов и правил. Ответственность за безопасность газового оборудования, находящегося внутри квартир, полностью сброшена на самих жильцов. До входа контролируют газовые службы. Внутри, извините, не наше дело. Открываем окно. Помещение должно проветриваться. Перед использованием газовых приборов обязательно должно быть все открыто. Проводим визуальный осмотр на правильное соединение шлангов. Давайте вспомним, как все это было организовано в советское время. В каждой квартире систематически появлялся работник ГУРГАЗа, проводивший контроль и сервисные работы. Жильцы имели абонентские книжки. Но прежде чем стать абонентами газовой сети, они должны были пройти инструктаж по технике безопасности. Сегодня система разрушена. Дело ведь и еще в том, что многие не пускают в квартиру контролирующие службы. Многих попросту нет дома. Многие просто не знают, что за оборудованием надо следить, чистить, вызывать коммунальщиков или хотя бы знать, как правильно. Проверяем плиту. Пламя должно быть синее. Обрывы пламени ни в коем случае не должны быть. Все, на минимум, когда переводим, пламя должно держаться. Убавляем только против часовой стрелки. Самая грубая ошибка – это закрывать вентиляцию, не чистить вентиляцию, самовольное соединение газовых приборов, шлангов без уплотнительных соединений. Есть нюансы. Пластиковые окна стоят у всех. Тяга бывает не работает. У некоторых нет микропроветрений. Кстати, о пластиковых окнах. Многие вспоминают прошлое. Мол, раньше и современных технологий-то не было, а ЧП возникали нечасто. А все из-за хлипких советских окон, которые пропускали воздух. Коммунальщики при этом часто кивают в сторону пластика. Герметичность нынешних окон опасна. Опроветривать комнаты многие не догадываются. Газопроводы среднего давления, газопроводы высокого давления и газопроводы низкого давления. Это как раз те самые газопроводы, которые приходят к потребителям жилые здания. Что на пути у этого газа должно встречаться? Это различные станции. Атмосференная газораспределительная станция. АГ-пункт газорегуляторный. Газорегуляторный. ПЭГ-шкафный регуляторный пункт. А что же с самой системой газоснабжения? Уверен ли каждый из вас, что конкретно в вашем доме все установлено по строительным нормам? Не изношены ли сети в вашем доме? И можно ли это вообще проверить? И знали ли вы, что, к примеру, в маленькой хрущевской кухне запрещено устанавливать газовые плиты с четырьмя конфорками? Выполняет ли кто-то этот регламент? Следит ли кто-то за этим выполнением? Когда появились водонагреватели, пришла необходимость удалять дымовые газы через специальные каналы дымохода. И здесь возникла проблема. Водонагреватели уже используют до двух кубометров в час воздуха. Это очень много. Образуется много продуктов сгорания. И если не обеспечить свободный доступ воздуха в квартиру, может возникнуть ситуация, когда кислород, идущий на горение, полностью просто кончается. И вот теперь вспомним о дымоходах. Дымоходах, которые должны проверяться управляющей компанией несколько раз в год. Но проверяются ли? Управляющие компании, в свою очередь, склонны отрицать вообще такую причину-следственную связь. Мы не находимся ни в деревне, где жгут дрова, да, и где копотью забивается дымоход, и там прогорает он, да. Фактически мы систематически с определенной частотой на кирпичных 4 раза в год, а на бетонных 1 раз в год проверяем именно что? Тягу и частоту канала. 99% случаев отравления происходят по вине самого собственника квартиры, как неправильная эксплуатация газошвучего оборудования. Но никак из-за того, что попал туда голубь. Хотим мы, не хотим, сегодня проверили, завтра птица, послезавтра помер. Нужно ставить анализаторы и отсекатели газа при появлении либо угарного, либо такого газа. И вообще вопрос отпадает полностью. И не надо таскаться газовикам по квартирам. Произошло отсечение. Приходят и по факту разбираются, почему. Надо собрать статистику по всей России. Эту тему обязательно рассмотреть на комиссию. На самом деле, она же еще не только может привести к гибели людей. Это и может взорваться помещение, и трагедия будет еще более серьезная. Эти вопросы, они должны быть под нашим контролем. Пока не будет ответственного, пока не будет специализированной организации, эта история будет продолжаться все время. Это заявление Рустама Миниханова месяц назад оказалось пророческим. Уже через несколько дней трагедия в Лениногорске. Еще через 4 дня в Новокараваево. Ведется следствие по факту ненадлежащего оказания услуг. Все это мы уже слышали. Интересный факт, но ни одно расследование пока не привело к выявлению виновных. Прокуратура не предоставила нам ни одного результата проверки трагедии прошлого года. Впрочем, как и Следственный комитет. Не нашли виноватых, или как в известной формуле коллективной ответственности, если никто не виноват, виноваты все. Деляра Исупова, Андрей Ключников, 7 дней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok